День дорогие друзья, Александр Белов, мировоззренческий кризис, эволюционные парадигмы Ну, на самом деле, вроде бы все хорошо, почему кризис? Молекулярные биологи, генетики открывают все новые и новые тайны мира Заглядывая в электронные микроскопы и разные другие В общем-то, с помощью окуляров или просто, как говорится, проводя исследования Уж формул, сколько написано, сколько теорий создано и так далее, и так далее Все на основе, на базисе эволюционной биологии В общем, никакого кризиса, все процветает, наука на марше В общем, микробы в космосе Как говорится, микробы в космосе, но мировоззренческие аспекты существования человека никто не отменял В принципе, мы мыслим как люди, а не как микробы, это понятно И именно от мышления людей зависит уже все остальное Зависит и открытие Ну, в принципе, конечно, мы помним, Диамат был в советское время Который говорил, что научные исследования, они базируются на диалектическом материализме И все такое прочее, что это основа На самом деле, в принципе, с этим, конечно, нельзя не согласиться Вернее, согласиться нельзя никак А в принципе, основа для мировоззренческих подвижек все-таки есть Так в чем же признаки грядущей, как бы, перестройки, эволюционной парадигмы? Ну, можно так немножко экскурсов в историю В принципе, она напоминает отчасти ситуацию Примерно в XIX веке, в начале, в принципе Ну, здесь изображен, конечно, Лютер Реформация, в общем, все такое прочее То есть, многие каноны церковные были отринуты И все это пошло-поехало Протестанты, ангеликане и прочее разное В общем-то, дошло до сжигания книг И до смертоубийства Вот таким вот макаром, в общем-то, идеи, новые идеи пробивают мир На самом деле, класс буржуазии пришел к власти Капиталисты прорвались И была совершена, как говорится Не то, что реформа во всем мире А, в общем-то, был совершен, так скажем, переворот Переворот мировоззрения И, в принципе, современные протестанты Они, в принципе, далеки от того, чтобы Какие-то догмы, естествознание Как мы знаем с вами Ну, католики, папа римский Он там еще в 60-е годы сказал Что тело человека унаследовано от обезьяны А, в принципе, дух унаследован, вернее, создан Богом Ну, и примерно в 12-м году, в 2012-м Уже новый понтифик, в принципе, повторил то же самое Несколько перефразируя эти фразы Протестанты, они, в принципе, видели несколько в ином Все это, так сказать, существование человека Биологические вопросы Они как бы... Ну, вот, например, понтифик, да, католик Он говорил о том, что биологи лучше нас разберутся Это в 12-м году В принципе, естествоиспытатели задумали дурное давно Лунное общество, можно вспомнить Разум Дарвин, собирались разные прогрессисты Революционно-научно-революционно настроенные люди Уайт, изобретатель паровой машины В общем-то, сам, в общем-то, Разум Дарвин Изобрел всякие, в общем-то, приспособления Коими удивлял своих гостей в собственном доме То он у них механически там заговорил шкаф То у него там открывались автоматические дверцы То еще что-то В общем, механистический прогресс И вообще прогресс человечества Виделся вот этими английскими Как их назвать, естественно Ну, как бы, естественно, испытателями Натуралистами, может быть, так их назвать Они, конечно, в общем-то, лавры пытались отобрать И у протестантов, и у ангеликан, и у католиков На, вернее, так сказать, право на самостоятельное мышление В общем-то, они отстаивали и истину, которую, в общем-то, они вещали Опираясь на, естественно, научные факты Они считали, что это истина в последней инстанции Но они не хотели далеко отходить от, как говорится, от родовых корней Разум Дарвин написал книгу «Храм природы» И там, конечно, в замысловатной поэтической форме В принципе, говорится о том, что творец создал этот мир Но он не просто его создал таким, как он есть Как, в общем-то, говорят представители священного писания Боготоковенных писаний А, в принципе, он создал причину, благодаря которой мир эволюционирует Мир развивается, он не статичен Он все время не стоит на месте И вот развитие его привело, в конце концов, к венцу и славе этого мира Возникновению человека Ну, вот эту Ильян Пелли, в принципе, 1802 год Написал очень интересную книгу Она считалась знаковой В принципе, эта книга, в общем-то, она выдержала много изданий Естественная теология или свидетельство существования атрибута божества В принципе, ей зачитывался теолог Молодой теолог, учившийся в Кембридже Чарльз Дарвин, внук Эразма Дарвина И, в принципе, он продолжил дело своего деда И не только деда, но и духовного учителя, можно сказать, Пелли И, в принципе, Пелли он считал, что мир подобен часовому механизму Что Бог творец, он создал этот часовой механизм И мир развивается Важно открыть эти законы, по которым эти часики тикают и идут И что новое время нам приносит Что новое в этом мире появляется Это зависит уже от того, кто создал этот мир и сам этот часовой механизм Ну, такая аналогия, она весьма расхожая У представителей естественного богословия была Ну, и понятное дело, что 19 век, начало 19 века, середина 19 века Мыслители, в общем, не отрывались далеко от коллектива Они, понятное дело, не были революционированы в полном смысле этого слова Когда молодой Макс и Энгельс, в общем-то, прислали Дарвину восторженность В свой манифест коммунистической партии Дарвин, в общем-то, предпочел помолчать и не ответил Ну и правильно, там речь-то шла, в общем-то, о многом В манифесте коммунистической партии О переустройстве мира В общем, он был далек от этого всего Он считал, что избранные, наиболее избранные люди Они будут править миром И как раз свои генетические качества, наиболее приспособленные Они будут отдавать своим потомкам И Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Дарвина, Чарльза Дарвина Он, конечно, развивал эту тему Создал Евгенику такую науку И прочие разные, которые нацисты в свое время Использовали уже для своих, так сказать, бесчеловечных опытов Так скажем, экспериментов Можно вспомнить Гиммлера, который по первому образованию был В общем-то, птицепроизводителем Селекционер домашней птицы Ну и вот он фактически все это применял Селекции, методы селекции По отношению к людям Наиболее, наименее приспособленных Какими он считал евреев, русских, славян В общем-то, цыган В общем-то, надо, как говорится, создать такие невыносимые условия Которые, в общем-то, их быстренько-быстренько уведут от жизни Они будут наставлять меньших потомков А наиболее приспособленные такие, как европейские нации В основном, как бы, арийско-немецкая нация Которая, в общем-то, была сказана Что она не существует уже в советское время Когда, в общем-то, осуществлялся пересмотр этих идеологических идеологем Например, 7-й антропологический конгресс Который был в 64-м году, 12-го августа Он, в общем-то, недвусмысленно расставил точки над и Сказал, что такой расы вообще не существует И, в принципе, расовый подход, он, в общем-то, не продуктивен В общем-то, никогда в будущем Антропологи всего мира не должны являться игрушками в руках политиков И долг антропологов строять на страже своих интересов И отстаивать эти интересы, несмотря ни на что Но, тем не менее, конечно, антропология и другие биологические дисциплины Они всегда были игрушкой в руках идеологов Это ясно, в общем-то Несмотря на все декларации, заявления и прочее Разное, в общем-то, все остались при своих То есть, ангеликанская церковь, там, протестанты при своих И католики, естествоиспытатели при своих, а коммунисты при своих И, в общем, в принципе, зашлись как в море корабли Может, это и к лучшему Но тут надо сказать, что ситуация в 19-м веке складывалась очень сложно На самом деле, не только битва была за идеи А битва была за трудоустройство Фактически, эти люди, они, в общем-то, отделялись от В общем-то, такой когорты священников И сословия священников И они выбивали для себя право вещать на, естественно, научные И натурно-философские идеи какие-то в массы двигать В общем-то, нецензурируемые церкви И понятное дело, что до этого это все пресекалось достаточно Жесткий был контроль церковный над всякими измышлениями научными Вольнодумцы и прочие разные революции Которые происходили в Европе и не только в Европе Они, в общем-то, заставляли задуматься Аристократию, родовой аристократию В принципе, о своем существовании Ну и, конечно, духовенство, оно тоже было сродни обеспокоено Вот этими революционными движениями, мыслей И, конечно, оно тоже запрещало, не пущало и прочее разное В общем, понятное дело, что сторонники Дарвина В общем, которые считали, что, в принципе, их можно назвать Условно говоря, конечно, ну, может быть, представителями Такой вот естественной богослови Но на самом деле Википедия дает нам о том, что вот Дарвин боролся против этого естественного богослова На самом деле он не боролся, а был ярким представителем И в очерке 1844 года, о котором я уже говорил Как раз идет, как бы, такой панегирик, декларация о том, что божество создало этот мир Что это существо, наделенное провидением и так далее, и так далее Оно наблюдает за ходом исторических процессов Географические периоды долгие Оно наделено провидением И оно знает, чего оно делает А что оно делает? Оно отбирает наиболее приспособленных, а наименее приспособленных Убирает из жизни И фактически вот то же самое, в принципе, декларировал Дарвин В этом очерке Понятное дело, что он пытался тем самым доказать наличие Творца И, в общем-то, он, конечно, работал, в общем-то, на вот эту вот группу естественных богословов Представительные естественного богословия О которых уже было сказано Вот и его, как бы, дед Теразм Дарвин И Ульям Пелли Який представитель вот этой вот как раз группы Ну и масса-масса других сторонников О которых мы, может быть, сейчас мало знаем А в силу того, что эволюционисты подчищают свои родовые корни Они не заинтересованы в том, чтобы люди знали, откуда вырос эволюционизм Откуда это древо, в общем-то, росло И корни, куда этого древа идут И, в принципе, понятное дело, что Чтобы не было аналогии с Творцом Естественный отбор у Дарвина Уже в новой книге Вернее, в первой книге его изданы В общем, происхождение видов путем естественного отбора Которая вышла в 1859 году Это, в принципе, естественный отбор Он как бы повис То есть, если в том первом очерке 1844 года Там было все понятно и ясно Аналогия между искусственным отбором Ну, так назвал Дарвин селекцию Или метод подбора, который использовали европейские селекционеры Он обозвал это искусственным отбором И, в принципе, по аналогии с этим предположил Что в дикой природе осуществляется тоже отбор Но только не селекционером человеком А селекционером богом И, в принципе, это селекционер богом Это и есть то самое существо, о котором он писал В очерке 1844 года И, в принципе, там все это недвусмысленная аналогия есть А уже, конечно, в происхождении видов Через 13 лет, по-моему Или даже больше Через 16 лет После выхода Вот этого Вернее, она была не издана От этого человека Он выздан был После смерти уже, да И то через какое-то время Не сразу В принципе, тут уже, конечно, говорится Что естественный отбор Он сам по себе самостоятельная такая дефицит И фактически движущие силы И там он даже пишет, Дарвин Что некоторые отменяют меня Что я, в общем-то, когда говорю об естественном отборе Я говорю о неком божестве Нет-нет-нет, что вы, что вы Дорогие господа, товарищи Как говорится, Дарвин говорил Товарищ он не говорил Он говорил, господа В общем, джентльмены Да, в общем, господа и господини Ну, в общем, в принципе Леди джентльмены В принципе, нет-нет-нет Только-только В общем-то, естественный отбор Только движущие силы Только закон Никакого божества тут нет Но сколько бы он это ни говорил В общем, от этого, конечно, не проясняется Аналогия перестала быть аналогией То есть, когда мы убрали бога-селекционера То непонятно, кто осуществляет эту селекцию Если в очерке 1744 года Селекцию осуществляет Творец И он наделен провидением, мышлением И самостоятельным сознанием Он знает, чего делает Как знает, что делает человек-селекционер Он же не может просто Беспричинно кого-то скрещивать И кого-то убирать Конечно, нет То вот здесь уже как бы аналогия Она перестала работать Стало совершенно непонятно Но это особо не заботил уже эволюционист Вскрыв в виде эвфемизма Природа, естественно, отборами божества Существа вот этого не названо Может быть, такой глаз в треугольничке Может, еще что-то В принципе, они, конечно, в общем-то Не убрали саму фактологию Парадигма от этого не изменилась Естественно, научное богословие От этого не перестало быть богословием Теология Поэтому вот такая вот история Когда мы видим Дарвина Которого рисуют в карикатурах С мелкоскопом И одетого в риза священника И пролетающий черепаха, как ангел Махает ему всеми четырьмя конечностями Или, в общем, я не знаю Может быть, она делает на него что-то нехорошее А может и хорошее, в общем Ну, в общем, понятное дело Это, конечно, с юмором подано Еще пойма какая-то Ну, и один глаз прищурен Понятное дело, что он подмигивает Только кому он подмигивает И на что намекает Совершенно непонятно Профанам непонятно А уж бегологам так вообще Об этом, как говорится, лучше не говорить Они заглядывают в маникуляры У них то же самое Один глаз прищурен Другой широко открыт И они видят там что-то там движется И они говорят Там ДНК Или там РНК Оно ползет И, в принципе, оно ползет Оно сворачивается Оно там триплитый В общем, все такое прочее И, в общем, он говорит Дарвин прав Заглядывая в маникуляры мелкоскопа Да, Дарвин прав В общем, ну, Дарвин-то прав где? В мелкоскопе или в голове все-таки? Поэтому мы люди Мы живем в мировоззрении Мы правящие парадигмы на наш воздействует Поэтому не только, как бы, мелкоскоп И не столько мелкоскоп, в общем-то, нам позволяет это мировоззрение осуществлять А сколько идей движут миром В общем-то, я в этом уверен Идеи движут миром И, в принципе, в XIX веке этот конфликт между священниками И естествоиспытателями, представителями естественного богословия Или теологии Он разрешился счастливо в пользу, конечно, представителей такого уже классического дарвинизма Они, в принципе, потом последовал новый синтез, второй синтез послевоенной синтетической теории эволюции Когда генетики стали подвергать Дарвину, в общем-то, заслуженной критике Но потом нашли и тоже прописали себе место работы Им тоже было важно трудоустроиться Так же, как и в свое время, в общем-то, отобрав хлеб у классических дарвинистов Или отчасти поделив полномочия и так далее И, в общем, понятное дело, получили все сестры по серьгам в данном случае Ну и, конечно, современная ситуация в биологии Она напоминает отчасти ту самую ситуацию Сами эволюционисты говорят о необходимости третьего биологического синтеза О том, что грядет новая мировая революция Эволюционная революция На самом деле, они, конечно, понимают шаткость тех позиций, на которых стоит все это здание современной биологии А стоит оно, в общем-то, не на молекулярных и генетических исследованиях А стоит на парадигмальных, в общем-то, вещах На том же самом естественном отборе покоится А что такое естественный отбор, мы с вами понимаем, что это синоним божества И это слово, оно заменяет собой божество неназванное И, конечно, от этого, от самого упоминания, вот этого, как бы, реального факта У эволюционистов, у них поднимаются волосы на голове дыбом И они, в общем-то, стараются об этом не думать Она говорит, науках наука, науках наука Может, все доказало, РНК, ДНК Все доказано, показано Биологи защитили Академики подтвердили А сам естественный отбор печать поставил на это все И сказал, одобренный естественным отбором Знаете, вот продаются только свежие с сада, значит Никаких ГМО, в общем, только-только Ну, вот такая продукция, чтобы впаривать потребителю Вот, и там тоже проверено АТК, значит, да Только из сада, никаких там ешек Никаких там заменителей, сахарозаменителей Всяких подсластителей, улучшителей вкуса Да, одобрено там комиссии и так далее И вот, естественный отбор тоже Ну, такая аналогия тоже Дарвин любил аналогиями выражаться Вот я тоже выражаюсь Да, естественный отбор свою печать поставил Под этими данными современных молекулярных биологов и генетиков И понятное дело, что 150 лет, даже 165 лет прошло со времен выхода книги Дарвина Происхождение видов путем естественного отбора И вот эта вот книга, мировоззрение, конечно, поменялось И сами эволюционные биологи, они считают, что, в общем-то, надо все-таки менять Но в какую сторону будут изменения? Вот вопрос И эти изменения, они, конечно, грядут Они грядут, но биологи эволюционные, они считают, что новый эволюционный синтез Но какой новый? На самом деле инволюция на пороге, друзья Инволюция на пороге и стучится, парадигмально стучится в двери Академические двери И, в принципе, это не хотят замечать эволюционные биологи Но она стучится, и все откровеннее слышится этот стук Сначала он робкий, а потом он громкий, а потом грохот будет Дорогие друзья, будут падать стулья А стулья в академических аудиториях просто так не падают Вы сами понимаете Поэтому стоят наши форпосты, горолевское общество, все такое Они стоят на страже дверей Они держат, они баррикаду, живую баррикаду возвели Понимаете, чтобы никто из эволюционистов не пробрался У каждого значок, одобренный, естественно, отбором В принципе, это понятно В общем, стоят, как пуговицы насмерть В общем, английские рожи у всех, понимаете Ну и наши тоже не лучше Ну это, в принципе, фотография особого отношения не имеет Тут и самое интересное Это зал диссертационного совета в одном из университетов Самое интересное, что тут висит огромная картина Когда рабочие, крестьяне, в общем-то, вот в этом дворце В дворце советов как раз И вот, значит, тут Ленин выступает с бумажкой А вот тут Свердлов сидит и Сталин И вот эта огромная картина Она украшает зал диссертационного совета То есть, ваковские всякие вещи Они проходят под знанием рабочих крестьяне Ворвались в вот этот вот, как бы, дворец В котором буржуази и, в общем, богатеи сидели А теперь уже не сидят Там Ленин и, в общем-то, сукном, красным кумачом Засланный стол В общем, а на кого на этом столе будут В общем, то ли покойник, то ли бюст Ленина Непонятно В общем, в принципе, в то время непонятно А, в принципе, когда идет перестройка И, в общем-то, переосмысление новых парадигм То, в принципе, всякое возможно Мы же сами понимаем И, в принципе, может быть, все биологи Они каким-то образом перекрасятся Я не знаю Когда победит его инволюционная парадигма Кто его знает Эволюционные биологи были А станут инволюционные биологи Чем-то? В принципе, одна буква, две буквки Меняется и все И чего там особого А помните, как коммунисты были Как говорится, 16 миллионов И все, как говорится, как один рулевой И так далее Кормча и все На страже стояли И, в общем, понятное дело Как рухнул СССР Все эти коммунисты стали антикоммунистами И сразу кинулись в бизнес В это исчадье ада В это частно-собственническую Мещанскую мечту Как говорится, миллионов Они стали укреплять В общем, где их партбилеты? Они их сожгли И они стали преданными капиталистами В общем, коммунисты переходят в капиталистов А эволюционные биологи Переходят в инволюционных биологов Вот я вижу Такая вот парадигмальная смена Грядет И она, в общем-то, наступит Видимо, быстро Но рассчитать час икс трудно В общем, она может наступить Завтра Может наступить через 50 лет И порой одно открытие Меняет мир И, в принципе, одно открытие Понятное дело, что если это открытие Оно будет, в принципе, подка Но, как бы, не в пользу теории эволюции То его будут скрывать И всячески его, как бы, микшировать Но, на самом деле Шило в мешке не уторишь, дорогие друзья Всего доброго Александр Белов Спасибо